Научить детей быть достойными гражданами своей страны через связь с поколением, через рассказ о героях, которые защищали Родину – одна из основных задач, проводимой вот уже десятый год подряд – патриотической работы в городе. Одно из первых мероприятий под девизом «Святое дело Родине служить» прошло в гимназии номер 9. Не случайно выбрана наша школа, потому что мы все знаем в городе, что наша гимназия является памятником архитектуры истории, потому что в 42-м году в здании нашей школы располагался штаб 20-й горно-стрелковой дивизии. И когда каждый гусь проходит по нашей школе, то он видит всю историю, которая расположена на стенах нашей школы. История военных лет – подвиги тех, кто отдавал жизнь за мир и благополучие нынешних поколений в работах, подготовленных учениками школ города, воспитанниками патриотических клубов. Я считаю, что эта тема очень важна. Это же наша военная тема. Это надо помнить, это надо передавать детям. От каждого поколения переходит другое поколение. Это наша память, это наша страна победила. Очень широкое мероприятие, очень интересное, направлено на то, чтобы мы все вместе с детьми передавали детям нашу историю, хранили ее, потому что ничего важнее сегодня для нас нет, как сохранить нашу объективную реальную историю, передать ее детям, чтобы они стали патриотами, любили свою родину, свою страну, свой город, своих родителей, уважали друг друга. О величии и доблести героев военных лет школьникам рассказывают люди, прошедшие испытания и лишения. О военной истории России – ветераны боевых действий. Примечательно, что на базе гимназии возрождается учебная застава имени Николая Островского. А результатом работы пограничников со школьниками сегодня стала церемония посвящения учеников пятого класса в юные друзья пограничников. И очень примечательно, что в вашей школе сегодня, в этот знаменательный день, появляются первые дети, которые будут находиться с зеленым галстуком. Ношение зеленого галстука – это частичка ношения знамени пограничных войск Российской Федерации. О важности изучения истории нашей страны, патриотическом долге и стремлении быть защитниками Отечества говорили сегодня и в гимназии номер 8. Речь шла и о развитии в Сочи юноармейского движения. Сегодня порядка 400 подростков уже приняты в ряды юноармии. Мы в Сочи особое внимание этому уделяем, потому что действительно все, что связано с военно-патриотической работой, это очень современно, это очень актуально, это то, что очень нужно сегодня обществу, нужно самим детям. В течение месяца сотни мероприятий, направленных на патриотическое воспитание юных сочинцев, пройдут в городе. Это и соревнования, и конкурсы военной песни. В том числе будет объявлена подготовка к проведению акций 9 мая. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, Владимир Коселев, телекомпания ФКТ.